Приветствую, дорогие друзья, другини и их партнеры. У меня такой вопрос, что делать после незащищенного секса с ненадежным партнером. Милые девушки, дорогие дамы, искренне от всей души рекомендую вам не иметь секса с ненадежным партнером. Если брать мужскую мотивацию к сексу, то смазливое лицо, хорошая фигура, внешний такой образ доступности женщины может его мотивировать на секс. И, как говорится, честь ему и слава, если он сумеет расположить девушку, сумеет ее так уболтать, что она без гарантии с его стороны, без каких-то специфических условий, без какого-то, может быть, качественного антуража и без, скажем так, предрасполагающих к сексу глубоких чувств влюбленности, ему удаст. Честь и хвала этому мужчине. А если брать эту ситуацию с точки зрения женщины, женщины, оно вам зачем? Зачем вам нужно, чтобы на первом же свидании какой-то непонятного, скажем так, качества мужчина, которому очень хочется, очень приспичило чего-то такое почесать, предоставлять эту возможность, а потом сидеть и думать, ну надо же, а какой-нибудь ненадежный партнер, получился секс, что теперь делать, куда бежать, профилактику проводить, или месяц ждать, потом обследоваться, деньги платить, как все это неприятно и так далее. То есть, вот, это загадочная ситуация, зачем это женщине надо? У мужчины к сексу мотивация может быть безусловной, очень сильной и независимой от личности женщины. Не это так другая. У женщины сексуальная мотивация совершенно другая. Женщине требуется обстановка, условия, уверенность в партнере, сердечный зов, всякие там, какие-то вот такие вот атмосферные вещи, да, которые складываются в отношениях. То есть, для того, чтобы женщина переживала качественные сексуальные чувства, ей нужны уже отношения, да, и это не одно свидание, ну пусть вам не нравится, пресловутая, да, тактика трех свиданий, а мне нравится. Считаю, что три свидания, где там мужчина тебя глазами пожирает, по ручке гладит, уверяет в своей любви, да, ну вот, и ты уже как-то там расположилась в голове и нафантазировала, уже как-то можно, да. Ну вот ты его увидела первый раз, совершенно точно, он на тебя смотрит и думает, выгорит, не выгорит на первом свидании, да, потому что три свидания до секса, трудиться вообще-то надо. Это надо водить ее по каким-то кафе, языком чесать, что-то себя строить, деньги тратить, ну вот, а это сразу вот, скажем так, получить, что надо, дальше видно будет. Да, еще и не тратится за это, он в машине пусть отсосет, вот, то есть мужская эта мотивация, понятно, я не понимаю, что мотивирует женщину. Ну, предположим, там какой-то такой мужчина, прям, я не знаю, ах, какой-то супер, он красивый, может быть, влиятельный, статусный, вообще супергерой, какой-то, не знаю, может быть, богатый, может быть, очень в плане вот ваших жизненных приоритетов, вот, женских, да, может быть, это очень качественный партнер, да, вот всю жизнь о таком мечтали. Вот, ну, теперь представьте, что вы с ним поимеете незащищенный секс, в который вы не успеете не раскусить, что за человек, не себя показать, да, и потом будете еще и чесать, скажем так, себе нервы, обследуясь за свои деньги, заразились вы или нет. Не лучше ли хотя бы попытаться выстроить эти отношения, да, в себе взять паузу какую-то, чтобы подумать, надо вам это или не надо. Ну, я не знаю, вот у меня так бывает, может быть, у вас тоже, допустим, вот посреди ночи, хочешь ли ты мороженое, ну, я не знаю, там, полетели куда-то. Ну, подожди, у меня в мыслях этого не было, мне надо свыкнуть с этой мыслью, понять, хочу я это или нет. Ну, разве не так? Разве вы вот так вот в любую минуту вашей жизни готовы ответить на вопрос, есть у вас прямо сейчас такая потребность или нет, там, в чем-то, ну, даже в сексе, допустим. Даже если вы пришли на свидание, женщина, не мужчина, а женщина, мужчина пришел на свидание, он думает, выгорит или не выгорит. Женщина приходит на свидание, зачем? Выгорит, не выгорит? Или отношения построятся или не построятся? Сейчас не надо со мной спорить, говорят, что добывают женщины, которые тоже только за секс бывают, но они в основном это самое вот, ну, то, что я знаю там в Тиндере, допустим, как бы, у меня нет денег, я таджик или Азербон, молодой студент, но я хорошо лежу. Тетенька, у меня ничего нет, возьмите меня, я честно отработаю, обещаю налезать. Ну, вот, и женщины приглашают их исключительно за этой целью, так, для тела полезно, такое упражнение, сейчас, вне зависимости от того, там, нравится мне это или не нравится, одобряю это или не одобряю, с точки зрения, там, психологии, сексологии и так далее, это не важно, просто такие существуют, это про другое. Та, которая пришла на свидание, совершенно точно она не из этой категории, которая пришла на свидание, она рассчитывает на что-то, на какие-то отношения, ну, и строит отношения. А если в этот момент, да, он вот хочет секс и все, он тебя с кем-то перепутал, девочка, он тебя перепутал с какой-то женщиной, которая на первом свидании за три тысячи дает, а себе зубинка, то, может, и за тысячу. Вот, и не соглашайтесь, не унижайтесь, а, ну, как минимум, даже если вот ты не понимаешь сейчас свою потребность, вот, хочешь ты или не хочешь, ну, хотя бы подумай, полезно тебе это или не полезно, вот, тебе само это надо или не надо, тебе-то от того что, вот он сейчас, там, оральные ласки ты ему предоставишь, он сейчас оргазм получит, а тебе-то что от этого? И вот представьте себе такой диссонанс, да, он сидит и думает, ну, скоро она уже начнет сосать, заколебалась со своими умными цитатами, да, а вы тут сидите, как тут душу выворачиваете, пытаетесь ему показать себя с умной стороны, что вы вообще-то чуть-чуть больше, чем представление о вас, как о вагине, что вы вообще-то женщина с большой буквы Ч, что вы тоже человек, вот, ну и прочее. Вот, а в конечном итоге его взяла, в конечном итоге он все равно вас склонил, допустим, к этому одноразовому сексу и про себя думает, знаешь, какая-то странная, время тянуло, какую-то фигню про себя рассказывала, а кончилось все одним и тем же. А сосет она так себе, ей еще подучиться надо. Вам зачем такое? Вам это надо? Вы хотели себя показать? Покажите. Вы хотели его посмотреть? Посмотрите. Мужчина, чтобы вам понравилось, он что, чем должен проявиться? Ну, он должен как минимум, да, начать эту игру в ритме танго, в ухаживании, в отношении. Он должен какое-то проявить усилие к тому, чтобы вас завоевать, расположить, заинтересовать, склонить и замотивировать вас на секс. Правильно? А если он ни к чему к этому труд не хочет прикладывать и хочет просто с помощью вашего туловища получить оргазм, вам это просто не надо, вам не нужен секс с ненадежным партнером. Женщина, услышите меня. Тем более вам не нужно это, если у вас с собой нет презерватива, у него нет презерватива и вообще нет условий к тому, чтобы это состоялось. Просто вот нет презерватива, нет секса. Еще я понимаю, там, у вас бешеная любовь, вы в отношениях уже там, да, какое-то время, и такая бешеная страсть тут вот презерватива не оказалась, и вы вдвоем потом решаете, если нужно, да, расхлебывать последствия этой страсти. А это вообще ни страсти, ничего нет, просто чье-то желание куда-то кончить, вот, а теперь после этого вы должны это все расхлебывать. Поэтому, дорогие мои, давайте так, никаких ненадежных партнеров в вашей жизни нет и не будет, никакого ненадежного секса в вашей жизни нет и не будет. Все только то, что вам во благо, вам на пользу, вам природосообразно, вам целесообразно. Только такой секс у вас должен быть, и только такой секс вы должны допускать.